Здравствуйте! 15 февраля 2022 года. Сегодня хочу снять видео, по каким причинам наши клубни гниют. И вот что. Вот мы сажаем в грунт. Грунт, конечно, нужно рыхлый и воздухопроницаемый. Вот здесь у меня грунт-аграбалт. А вообще нейтральный верховой торф во всех магазинах продается. Грунт на основе верхового торфа. Прямо написано для фиалок, для галоксиней. Ну, я выращивала, конечно, ифтеровита с добавлением вермикулита. Но вот что я хочу сказать. Вот его видно, что он сухой. Это грунт у меня аграбалт. И это влажный грунт аграбалт. Разницу видно. Вот. Теперь вот здесь. Вот здесь. Так. Это у меня на верхнем поливе, но и на фитильном поливе. Почему? Потому что с верхним поливом у меня тоже не все получается. Поэтому я перешла на фитильный полив. Ну, и на верхнем есть. И вот хочу показать. Видите? Вот. Сверху его видно, что он вот такой стал коричневатый. А внизу вот еще немножко есть. Ну, еще как бы это не такой мокрый. Вот. Значит, уже можно полить его. Но это видно в прозрачном стаканчике. А если у нас будет вот такой горшочек, и мы его не видим, как здесь у нас какой грунт, мы смотрим наверх. Вот. Грунт сухой. Но это я отправляю, как сказать, на покой. Поэтому мне, чтобы не жалко его было. Так. Здесь вот грунт сухой как раз. Вот. Его видно. Значит, нужно полить. Теперь поливаем. Так. Сейчас это я срежу, чтобы нам лучше было видно. Потому что я все равно это на покой убираю. Чтобы нехорошую глоксению, ну, повреждать. Теперь обычно, как, что я, значит, делаю. Вот на такой 500 миллилитров я, ну, вот так вот, если как сказать, 50 грамм наливаю. Грунт сухой. Сейчас я наберу. Сейчас, минуточку. Мы же поливаем не стаканчиками, а поливаем... Сейчас, чтобы быстренько. Обычно я не так делаю, конечно. Ну, давай. Все. Все. Набрала я 50 грамм. И начинаю поливать. Как мы поливаем? Мы поливаем вот так, по краю горшка. Вот. Два раза. Это 50 грамм у меня. И три. Три раза у меня получилось. Так. Если грунт сухой, конечно, вот вся вода сразу вылилась. Вся здесь водичка. Но он потом впитает. Вот это еще правильно по краю горшка. Чтобы сюда, в серединку, не попадала вода. Но бывает, как мы делаем. Вот у нас стоит цветок. Вот такой весь. По краю горшка невозможно. И мы раз вот так. И ливанули. И вот, пожалуйста. Получается... Как, господи... Где рост? Самый... Точка роста. Вот здесь у нас начинает намокать, намокать, намокать. И в итоге потом клубень начинает гнить. Вот так ливануть нельзя. Лучше тогда налить в поддон, чтобы водичка впиталась. Вот здесь водичка. Пусть лучше тогда в поддон. Вот это первая причина. Так, еще одна ситуация. Ну, я думаю, что такой ситуации, конечно, ни у кого, наверное, не бывает. До такой степени, наверное, ни у кого не отрастают росточки. Но, просто уж покажу. Вот, допустим, у нас вот такой длинный росток. Что мы делаем? Нам же не нужен он, такой длинный росток. Мы его, естественно, заглубляем вот до этой степени. Вот до этих. Вот так мы его заглубляем. Значит, мы его сажаем в горшочек. И вот, чтобы он у нас вот так вот был, как бы хорошо смотрелся, вот до сих пор, то у нас получается клубень глубоко. Вот где клубень получается. Вот. Естественно, мы здесь сверху поливаем. Здесь все равно водичка скапливается, скапливается, скапливается. И клубню слишком влажно. Мы же вот так вот сажаем клубенечек. Сверху присыпаем. Сверху клубень засыпаем на 1-2 сантиметра. Потому что у него корешки поверхностные идут. Вот так глубоко клубень сажать не надо. Иначе он постоянно будет мокнуть. Тоже может загнить. Третья причина. Когда мы убираем клубни на покое. Вот так же здесь темный. Это влажный грунт. Это сухой. Так. Ну вот большой можно и так было убрать. Дальше. Вот. Здесь я немножко насыпала. Вот. Грунт ближе к сухому. Потому что клубень большой, ему ничего не сделается. Дальше. Здесь. Вот. Тоже. Хоть клубенечки вот такие. Тут, наверное, сколько по... Ну, по 2,5-3 сантиметра. Вот. Тоже грунт влажный. Суховатый он. Потому что он в зип-пакете. Влага не удаляется. Ему ничего не будет. Все-таки, видите, вот. Вот он какой. Он не темный, а вот светлый. И тогда они себя чувствуют нормально. Вот. А если будет слишком грунт мокрый и влага там не испаряется, то клубень, постоянно влажный, он загниет. Вот это причина третья. Ну и вот хочу я выкупать клубень. Так. Это ЕМ Устин. Клубенечки я получила 1 сантиметр. Так. 26 ноября у меня был стаканчике 100-граммовым. И 24 декабря я посадила уже вот 500 миллилитров стакан. Все. Здесь он отцвел. Листочки я пострезала. И вот теперь хочу посмотреть глубинечек там. Он был 1 сантиметр. Вот он какой. Вот. Сейчас я его все-таки положу немножко в грунт и в мешочек. И на прорастание, как бы на повторное цветение. Вот у меня на фитильном поливе. Сейчас я достану. Здесь был сорт ЕМ Тутти Фрути. Сейчас я тоже достану клубенек. Так. Я вот так сразу. Сейчас вот так оторву немножко. У нас воду отключили. Даже руки нечем помыть. Так. Вот здесь получается. Ох ты сыро. Как здесь у меня. Я поливала все равно еще. Ой. Даже нечем руки помыть, показать. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Где-нибудь водичку возьму. Так. Вот один клубень. И здесь получается еще вот другой. Я просто перематывать не умею, чтобы вам быстро было. Так. Ой. Сейчас покажу. Вот другой клубишок. Правду, говорят, безвыходных ситуаций не бывает. У меня же кран стоит, а смокот. Вот. Так что водичка есть немножко в кране. Вот что хочу показать. Вот здесь вот точка роста. Вот этот росточек я убрала, чтобы здесь все было чистенько. И вот он уже затягивается. Осматриваем клубенечек, чтобы он был чистый, без всяких повреждений. Вот мы их промыли. Так. Это с фитильного полива у меня. Все чистенько, хорошо. Это с верхнего полива. Затем. И вот то, что мы их помыли. Сейчас я их просушу минут 30. Пусть просохнут. И потом только я положу уже, ну, можно даже, как сказать, нормальный влажный грунт. Не мокрый, а просто влажный. Но еще что хочу сказать, чтобы клубень не загнил. Но если у нас, например, клубень, где-то какие-то повреждения, какие-то точки нам не нравятся, мы обрезали до беленького состояния. И затем мы можем в максим положить, продезинфицировать. Или, как его, слабый раствор марганцовки. Мы вот так можем полностью клубень положить, чтобы видно было, полностью. И оставить даже так, ну, пусть на 3-4 часа. Но зато, затем мы вытащили, промывать ничего не надо, не после марганцовки. И сутки мы его должны просушить, чтобы клубень у нас просох. Вот это еще одна четвертая причина. Ну, и в заключении хочу показать. Так как я выращиваю глоксинии свои и на фитильном поливе, то вот хочу показать. Это глоксинии, сеянцы глоксинии, которые стоят на фитильном поливе. Вот им восьмой день. Вот, восьмой день. Вот они на фитильном поливе. А здесь сеянцы, эти и эти, были посажены в один день. Вот, 21 декабря. Так, здесь, 21 декабря. И вот, посмотрите. Они не пикированы, ни эти, ни эти. Эти так и стоят, вот такими малышами. А эти, вот, они уже даже, так, завязали бутоны. Вот, это сеянцы глоксинии на фитильном поливе. Вот такая разница. Ладно, всем всего доброго. Пока-пока, но пусть светёт. Такая красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok